МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире общественного телевидения России программа «Большая страна. Открытие». Красивая страна, о местах которой впечатляют, вдохновляют и поражают своим величием, говорим в этом выпуске. Смотрите сегодня. Полярная сказка. Чем привлекает дайверов, ученых и студентов? Ниль Магуба. Покой и величие. Почему люди так счастливы в горах? Рецепт из Цейского ущелья. Бездна смотрит на тебя. Сулакский каньон. Делимся лучшими точками обзора. Готовясь к этой программе, мы задумались, какие места в нашей стране могли бы войти в топ самых вдохновляющих. Мнения у нас в редакции были разные, но за Алтай все проголосовали однозначно. Более того, именно про этот регион вы нас чаще всего просите рассказать. В чем же секрет его привлекательности? Безусловно, в внеземной красоте природы. Энергетики, которую чувствуют даже скептики. Особый шарм горному Алтаю придают легенды о таинственных шаманах. Какие еще места вошли бы в топ самых вдохновляющих? Ну, конечно же, Крым. Я помню свое первое впечатление от полуострова. Мы прилетели в дождливый Симферополь. Дальше на машине на южный берег. Еду и думаю. Не о такой погоде я мечтала. И вдруг, будто прочитав мои мысли, из-за туч показалось солнце. А водитель хитро улыбнулся. Сейчас за перевалом будет другой Крым. И правда, стоило нам подняться по дороге на гору, затем спуститься и повернуть, как солнце засияло во всей красе, сменив мое унылое настроение на курортное. Регион контрастов. А еще, пожалуй, в топ-мест для вдохновения можно включить Хакассию. Между прочим, она стоит в моем личном списке обязательных к посещению. Только вдумайтесь в цифру. На территории республики более 30 тысяч памятников, курганов, каменных извояний, древних крепостей, скальных и пещерных святилищ с петроглифами. И каждый из них представляет историческую ценность. Хакассию называют музеем под открытым небом, заповедником древнего мира, уникальным сакральным центром. А что еще нужно для вдохновения? А теперь давайте посмотрим, какие места вдохновляют наших корреспондентов. Светлана Воробьева отправилась на север за полярной сказкой. Северный полярный круг. Мы знаем о нем из школьного курса географии. Это условная линия, которая проходит ниже северного полюса Земли. Местечко Нильмагуба. Это на самом севере республики Карелия. Вон там лес, и он уже на границе с Мурманской областью. Для нас, жителей Петрозаводска, которые находятся практически на юге нашей республики, здесь все необычно. И кажется, что жизнь здесь замирает. Но это совсем не так. Льдины идут с такой же скоростью быстрее идущего человека. Мы иногда на них катаемся. Такого развлечения у меня не было с детства. Оно называется хождение по сугробам. Между прочим, очень приятно проваливаться в снег, вылезать из него. Такая снеготерапия. Расскажите, какое сейчас у нас время? Время? Время года? Время суток. Время суток. У нас, смотрите, у нас сейчас полдень. Ух ты, как быстро скушал. Говорят, ты подавишься, а ты не подавился. Вот эта собачка. Для нее это просто любимая поза. Мы завели такое специальное кресло для релаксации. Вот, молодец. Итак, мы у полярного круга. Лучшее средство передвижения здесь – снегоход. По сказочной дороге мы попадаем на Панфилову гору. Более 50 лет назад люди добывали здесь полезные ископаемые, которые использовали в керамической промышленности. Сейчас это рукотворный каньон высотой с девятиэтажный дом. Благодаря длительной вулканической деятельности и прошедшему здесь 15 тысяч лет назад леднику, древние породы, которые обычно находятся глубоко под землей, оказались на поверхности. Таких мест на земле ученым известно немного. Анастасия показывает нам то, из чего состоит кора земли. Они вот как раз представляли собой вот эту, заполняли вот ту самую магматическую трещину, про которую мы говорили. И они же и были выбраны здесь, когда здесь была добыча. Добывали, ну вот очень, конечно, это так бледно выглядит. Вот такие примерно камни добывали пигматиты. По краям каньона ледопады. Они появляются благодаря небольшим болотцам, которые находятся на скале. В этих болотах сохраняется вода. Они очень хорошо изолируют тепло. И даже в небольшие морозы зимой эти болота не замерзают. И из них потихонечку сочится вода всю зиму. И за счет того, что эти маленькие болотинки, как бы с них подсачивается вода, формируются вот такие ледопады. После осмотра каньона особенно приятно выпить лесного чаю, согретого на костре. А заодно узнать у Анастасии о явлениях природы, которые можно наблюдать только здесь. Например, белую полярную ночь. Северный полярный круг – это та широта в северном полушарии, на которой один раз в год солнце не встает над горизонтом. И один раз в год оно не садится за линию горизонта. Хотя поскольку на широте полярного круга, а широта полярного круга предполагает, что в это время вообще должно быть абсолютно темно, и никакого света не должно быть. Но мы были на северном полярном круге в конце декабря. И совсем недолго здесь все же было светло. Причина – рефракция или преломление солнечных лучей, а также угол наклона Земли по отношению к Солнцу. Поэтому макушка нашей планеты в разное время года по-разному освещается. Если мы попадем с вами в апреле месяце на Северный полюс, это удивительное место – Северный полюс, то мы будем видеть солнце круглые сутки. И оно будет как яблочко по блюдечку на одной высоте просто кататься, крутиться вот так вот. С такой теплотой про Северный полюс Анастасия говорит не случайно. Она – опытный дайвер, и там ныряла под воду. Под ледным плаванием ее увлек супруг Михаил Сафонов. К нему мы и отправимся на берег Белого моря. С этими местами Михаила связала судьба с тех пор, как он в 16 лет приехал сюда лаборантом на биостанцию МГУ. Тогда влюбился в Белое море и стал изучать его подводный мир. Сейчас помогает делать это и другим с помощью дайвинга. Эти ледовые домики на пластиковых лыжах – для тех, кто совершает подледные погружения за километров 15 от берега. В них есть печка. Дайверы комфортно в них переодеваются и отдыхают после погружений. Вот это вот все хозяйство у нас выдвигается на лед, разворачивается такой ледовый лагерь, городок дайверский, который у нас работает на льду всю зиму. То есть эти домики, вот как мы их увезли, с замерзанием моря где-то в январе обычно, иногда в феврале, в зависимости от того, как море замерзает, иногда раньше, иногда позже. Море замерзает позже, чем озера. А дальше, до конца сезона, где-то в апреле, лед уже начинает таять морской, и мы домики возвращаем обратно. Подо льдом дайверы наслаждаются беломорской подводной красотой. Растительный и животный мир Белого моря богат и разнообразен. Не менее, чем в южных морях. Погружаются с аквалангом и без него. Именно здесь российские дайверы поставили рекорды по подлёдным погружениям. Иногда дайверы подо льдом устраивают катание на лыжах, игры в пятнашки. В 2021 году сделали подводную арт-галерею. А встречи Нового года – это уже традиция. Мы каждый год, 31 числа, мы ныряем под воду, а 1 января выныриваем. И так вот уже 20 лет. Здесь, на берегу Белого моря, хорошо видно его дыхание, приливы и отливы. Прилив, когда уровень воды поднимается, он длится примерно 5,5 часов. Этот причал сделан под максимальный подъём воды. Обратный процесс – отлив – длится 7 часов. На приливе, на отливе льдины идут с такой же скоростью быстро идущего человека. Мы иногда на них катаемся. Надеваешь гидрокостюм, гидрокостюм, в котором в воде ничего не страшно. Можно в воду прыгать, можно в воде плавать, залезать на лёд, прыгать со льда, проваливаться под лёд. Когда Михаил Сафонов с единомышленниками выбрали Нильмогубу для устройства в ней дайвинг-центра, деревня пустела. Одним из последних местных жителей, кто ещё оставался, был уроженец Петербурга – Михаил Хробостов. Сейчас супругой Марии они держат здесь питомник северных оленей. А тогда, более 20 лет назад, он научился дайвингу сам, позже стал инструктором центра, с тех пор, каких только гостей у него не было. Мексиканский дайвер, который приехал сюда из Мексики, поучиться подлёдному дайвингу. Нам с ним приходилось находить общий язык и, собственно говоря, для него открывать холодный мир подлёдных погружений. Михаил продолжает работу инструктором в центре, а также они с Марией принимают гостей в питомнике. У них семь оленей, четыре самца и три самочки. Северные олени – это как вид, эволюционно они ровесники мамонтов. То есть вся вот эта флора ледниковая, вернее, фауна ледниковая, они вымерли, а остались только овцебыки и северные олени. Это особенность есть, то, что тундровую растительность к длительным голодовкам, возможность добывать корм из-под наста, из-под глубокого снега. Ну, это всё... Это всё очень их отличает. Не только от других оленей, но вообще от других видов травоядных. Гостям рассказывают о том, как северные олени приспособились жить в северных условиях, как у них устроено дыхание, почему такая плотная шерсть. А вот этот звук – прислушайтесь. Так у оленей цокают копыта. Эти животные плохо видят, но очень хорошо слышат. С помощью такого цоканья они приспособились не терять своё стадо. Неповторимые эмоции вызывает кормление оленей. Это тоже надо уметь делать правильно. Ещё, ещё, ещё ближе, ещё. Вот, вот, теперь вот предлагайте. Он не укусит, у него мягкие-мягкие губы, он берёт корм только губами. Ну и как же без катания на упряжке мне предложили русскую модифицированную на санях розвольнях. Показали, как правильно садиться и вести себя в таком транспорте. За поручни и в санях тоже нужно держаться. Иногда бывает, что санки могут наклоняться в одну или в другую сторону. Ваша задача будет откренивать, то есть смещаться в противоположную наклонную сторону, чтобы санки не опрокинулись. Если в том маловероятном случае, если всё-таки это случится, и санки опрокидываются, да, вы падаем в мягкий снег. Или если вы успеваете, то можно просто вот из саней выйти, сделать шаг в сторону. Жители с севера использовали оленей как транспорт с давних времён. Эти умные животные хорошо слушаются человеку, выполняя его команды. Ещё одно традиционное средство передвижения на севере зимой – собачьи упряжки. Здесь они тоже есть. В питомнике у чемпионов самых разных соревнований Марии Прозорова и Ильи Титова 26 ездовых собак. Дружелюбные северные ездовые и аляскинские маламуты для катания детей. Потому что на какие-то гонки такие собаки, ну, конечно, они могут пройти сколько-то, но скорость у них очень низкая. Быстрые и скоростные для соревнований. О том, как они могут прокатить с ветерком, я прочувствовала, сидя внутри современной нарты. В ней тепло и хорошая амортизация. Зимой в питомнике работы хватает. Приёмы, катание гостей, подготовка и выступления на соревнованиях. Летом собакам бегать жарко, поэтому инструкторы поддерживают их интеллект с помощью занятий. Учат разным трюкам. Ланжа, сейчас нам нужно посчитать. Сосредоточься, пожалуйста, сядь. Девять нужно поделить на три. Сколько будет? Раз, два, три. Молодец! Северная Карелия у полярного круга особенное место. Оно суровое и загадочное, манящее, не оставляющее равнодушным. И сюда обязательно хочется приехать вновь, как и всем тем людям, которых мы здесь встретили. Когда стал здесь проводить большую часть времени и большую часть жизни, то уже стало всё больше и больше к нему прикипать. После работы на биостанции и жизни здесь возвращаться в Москву было некому и незачем. Здесь я познакомился со своей супругой, здесь познакомился с огромным количеством друзей, хороших людей. Он с детства мечтал быть футболистом, но его судьбой стала оперная сцена. И теперь он один из самых знаменитых и востребованных баритонов в мире. Опера – это что? Это театр. Всё равно это театр. Да, пусть не драматический, но нам ещё сложнее. Нам приходится и петь, и играть. Владислав Сулимский. В программе «Моя история». Сегодня на Общественном телевидении России. Кавказ подо мною. Один в вышине, стою над снегами у края стремнины. Орёл с отдалённой поднявшись вершины парит неподвижно со мной наравне. Кавказ вдохновляет не только обычных туристов. Он всегда был источником творческих идей для поэтов, музыкантов и художников. Наш корреспондент Юлия Власкина отправилась в Северную Осетию, чтобы насладиться покоем и величием горных ледников. Кавказ. Край горных вершин, стремительных потоков и альпийских лугов. Край, способный удивлять и восхищать бесконечно. Самые солнечные и тёплые города и посёлки нашей страны находятся именно здесь. А рядом, буквально в часе езды, вечная мерзлота сияющих вершин. Ледники Большого Кавказа – удивительные места, которые сегодня можно увидеть вблизи. Невероятные виды, потрясающий воздух, волшебные легенды. Одним словом – сказка. Именно так называется место, в которое мы сегодня отправляемся. Волшебные пейзажи, от которых захватывает дух, начинаются уже по дороге. Это Алагирский район Северной Осетии. Чуть меньше 100 километров пути из Владикавказа и вы на высоте более 2000 метров над уровнем моря, в живописной долине, окруженной высокими горами. Это центральная часть главного Кавказского хребта. Именно здесь находится большая часть ледников Кавказа. На Кавказе насчитывается порядка 2000 ледников. Соответственно, основная из них, масса, находится на территории главного Кавказского хребта. В нашей республике находится достаточно много ледников. Это крупные ледники, это средние ледники, небольшие и малые ледники. А ближайшая группа ледников находится в Казбекско-Джимарайском районе. То есть это район горы Казбек, горы Джимара, в 20 километрах от города Владикавказа. Там находится Девдоракский ледник, ледник Майли, ледник Колка, Нидограбинский ледник. Но все-таки самым легко доступным ледником на Северном Кавказе является сказкий ледник, который расположился в Цейском ущелье. Снег в Цее выпадает уже в конце сентября и не тает порой до апреля. Однако сильные морозы бывают редко. Погода почти всегда тихая, ясная и сухая. Среднегодовая температура воздуха плюс 4 градуса. Зимой обычно до минус 5. Благодаря таким мягким природным условиям Цей является узлом самых разных по сложности туристических, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов. Несмотря на то, что сейчас на улице минус 6 градусов, здесь тепло и комфортно. Видимо, потому что низкая влажность и абсолютно нет ветра. Окружающие скалы защищают ущелье во все времена года. Цейское ущелье держит в своих каменных объятиях множество ледников. Один из них – сказки. Ледник или, как его тут называют, сказка. Откуда произошло название, точно неизвестно. То ли необыкновенная красота этих мест тому причиной, то ли множество волшебных легенд, связанных с ледником. Так или иначе, но именно сказка особенно привлекательна для туристов. В первую очередь из-за своей доступности. До ледника можно добраться пешком, но мы не альпинисты, поэтому, пожалуй, воспользуемся канатной дорогой. Сказка – это единственный ледник на Кавказе, к которому можно подняться по канатной дороге. Она была построена для горнолыжных спусков несколько лет назад. Тогда же были оборудованы пологие трассы для катания. Канатная дорога тянется почти 3 километра, полчаса комфортного подъема и вы в зоне вечных снегов. Вот на тех горах находится сказский ледник. До него идти еще примерно 3 километра. Но подниматься туда имеет смысл летом, когда видно разницу между зеленой травой и никогда не тающим языком льда. Сейчас мы этой границы не увидим, поэтому давайте останемся здесь и насладимся прекрасными видами, которые открываются с этого места. Вот так ледник выглядит летом. Здесь на высоте 3,5 тысяч метров лед практически не тает. Толщина ледяного покрова колеблется от 20 до 80 метров, а в некоторых местах может достигать сотен метров. Гигантским шершавым ледяным языком многокилометровые ледяные глыбы столетиями сползают вниз. Отсюда из хрустальной ледяной пещеры вытекает река Сказдон, которая, как и все реки Кавказа, берет свое начало с ледника. Ее воды смешиваются с другими реками и впадают в бурлящий терек. Смотреть на это все без восторга и восхищения невозможно. Не случайно именно здесь Владимир Высоцкий написал песню прощания с горами с известной всем строчкой «Лучше гор могут быть столько горы». Я думала, ничто не вечно под луной, а оказалось, есть такой вечный ледник, который никогда не тает. Если честно, мои эмоции зашкаливают. Я приехала сюда ради того, чтобы побороть свой страх высоты. И, ну, как женщина любопытная, я все равно глазами открытыми и закрытыми поднималась по канатной дорожке. И если меня спросят, стоит ли сюда приехать, я скажу, однозначно, стоит. Мы приезжаем сюда каждый год. У нас большая компания. Мы живем в альплагере Цей. И катаемся тут. Конечно, возраст нашей компании где-то 50 плюс, но мы молодой душой, крепкий здоровьем, и все катаемся шикарно. И нам очень нравится это место. Мы осенью были в Осетии, и нам местные жители посоветовали. Лет 15 назад был. Сейчас вот второй раз приехал. Тут вообще все поменялось конкретно. Канатная дорога новая. И красиво очень. Ну, неожиданно, хоть я и с Осетии. На Кавказе, я думаю, сейчас это топ-1 место в плане туризма. Приближаться к сказкому леднику не совсем безопасно. Как и любой ледник, он движется и, бывает, сходит по ущелью вниз, неся с собой разрушения. Ведь это не просто снег и лед на горном склоне. Это огромная масса вмерзших камней, валунов и обломочного материала. Сползая, ледник оставляет после себя не только перемолотые горные породы, глину и камни, но и глубокие борозды и щели в вековых скалах. Ледники способны превращать в щебень целые горы и менять облик огромных территорий. В последние годы сказки ледник активно тают. Ученые выяснили, что в среднем он сокращается на 3-4 метра в год. И это несет огромные проблемы для климата и угрозу для жизни людей. Горные ледники не просто поражают своим величием, но и лечат. Нахождение высокогорной местности рядом с ледником оказывает оздоравливающий действенный организм человека. Это ученые выяснили еще в советское время. Именно тогда началось активное освоение курортно-лечебных ресурсов этого места. Уникальность его заключается еще в том, что на его территории на высоте порядка до 2,5 тысяч метров произрастают смешанные леса. В основном преобладают хвойные растения, которые как раз таки еще дополнительно оказывают влияние на воздух. То есть они дополнительно подсушивают воздух и дают возможность людям, которые посещают это ущелье, находясь, исцеляться там. То есть если мы говорим об таком уникальном составе воздуха, то его обнаружили ученые еще на рубеже 19-го и 20-х веков, когда Осетия входит в состав Российской империи. И Цейское ущелье, конечно же, попадает в поле зрения климатологов, в поле зрения врачей, пульмонологов, которые вот как раз таки, проводя свои исследования, приходят к уникальному составу воздуха, который формируется под воздействием ледников, удаленность от города, удаленность от равнины, да, позволяет формироваться абсолютно уникальному, чистому воздуху, даже озонируемому воздуху, вот как раз таки этих ледников. В 1924 году в Цейском ущелье открывается дом отдыха для трудящихся Северной Осетии, а через год он преобразуется в санаторий. С целью более детального изучения климатических факторов в Цее сюда направляется несколько научных экспедиций под руководством ученых-физиков, климатологов и пульмонологов. Первая туристическая база в Цее появилась в конце 20-х годов на площадке, где сегодня стоит база Альплагеря. Потом были построены турбазы, дом отдыха и санаторий. Сегодня большинство советских зданий находится в упадке. Рядом с ними построены современные гостиницы и турбазы, где может остановиться любой желающий. В советское время здесь был лагерь предполетной подготовки космонавтов. А после возвращения из космоса они вновь приезжали сюда, чтобы пройти реабилитацию. И это неудивительно. Мы находились здесь всего один день, но уже к вечеру почувствовали необыкновенный прилив сил и энергию. Глицеологи ведут наблюдения за формированием ледника и его молекулярным составом. Зоологи изучают животное разнообразие этих мест, а климатологи доказывают, близость ледника благоприятно воздействует на психику человека. Психологи даже разработали такой термин, как ландшафтная терапия. То есть само нахождение в горной части местности очень благотворно влияет на организм человека. Но еще же необходимо оздоравливать и психологическое состояние человека. И вот психологи утверждают, что созерцание остроконечных вершин благотворно влияет на центральную нервную систему и люди. Почему они бывают счастливы в горах? Потому что, во-первых, это чистый воздух и вот это психологическое состояние от величия гор, которые их окружают. Все это привлекает, как я уже говорил, огромное количество гостей. С поверхности сказки виднеется пик туриста, кальперовский хребет и мистическая гора-монах, напоминающая то ли склонившегося в молитве старца, то ли монашескую шапку с куфью. С этой горой связана необычная легенда. Легенда гласит, что однажды в Цейском ущелье поселился олень с золотыми рогами. И, конечно же, юноши, которые проживали в этом районе, они хотели проявить свою ловкость, умение и добыть этого оленя. Но не всем он покорялся, потому что исчезал самый важный один из юношей всмолился покровителю благородных животных и охотников попросил, чтобы Афшати благоволил ему, дал ему возможность добыть этого оленя. На что Афшати попросил у него клятву, что он принесет эту жертву покровителю мужчин, путников в Астерже. Такая клятва была дана. Но когда юноша добыл этого оленя, он возгордился и забыл о своей клятве. И клятва преступника покарала Афшати. Он обратил его в скалу. Он обратил его в скалу со словами «Отныне и вовеки ты будешь находиться здесь неподвижно и наблюдать за тем, как твои товарищи охотятся и добывают себе дичь». Внушительная мощь ледника чувствуется издали. Он словно замер среди горных отрогов, как широкий пенный ледяной поток, зажатый в каменных тисках. Именно тут понимаешь, большие горы это не просто красота, а ледники это не просто замороженная стихия. Это место, где очищается душа и тело, то самое величие и мощь, которое заставляет любить планету и нашу большую страну. Красота и сила так в двух словах можно описать Дагестан. Если составлять топ самых вдохновляющих мест большой страны, то эта республика несомненно в него войдет. Там божественно все – горы, море, архитектура, пропитанная древними мифами атмосфера. Даже те, кто до поездки в Дагестан планировали оттуда быстрее уехать, побывав, утверждают – туда обязательно нужно вернуться. У нас сейчас будет возможность насладиться уникальными видами Дагестана, увидеть Сулакский каньон и узнать его тайны, а еще понять, что значит, когда бездна смотрит на тебя. Шум волн Каспийского моря, живописные зеленые долины, горные хребты и ущелья, целебные источники и голубые озера, божественная красота в каждом уголке. Это Северный Кавказ, а если быть более точным – Северный Дагестан. Удивительный край, где проживает множество народов и этнических групп, гордо зовущиеся горцами. А сами эти места окутаны легендами и историями, воспетые многими известными поэтами и музыкантами. Сегодня мы откроем для себя горные красоты Северного Дагестана, посетив его жемчужину – Сулакский каньон. А так как Кавказские горы помнят многое, мы по дороге совместим приятное с полезным и расскажем вам много занимательных историй и легенд. Начнем с истории про символ Кавказа – орел, терзающий змею. В ее основе лежит горская легенда о том, как змея укусила орла. Умирая, тот подполз к целебному источнику, попил воды, смочил ею раны, и силы вернулись к нему. Взмыл орел вверх, увидел змею, бросился на нее и стал терзать. Таким образом, орел стал символом силы Кавказа, а змея – олицетворением хвори и болезни, побеждаемые лечебными водами. Впрочем, на Кавказе лечебные источники представлены в большом разнообразии. По дороге к Сулакскому каньону можно познакомиться с интересной природой и бытом северного Дагестана. В определенных ракурсах он немного напоминает Альпы с зелеными лугами и безмятежно пасущимися стадами коров и баранов. Проехав около 100 километров и выйдя из очередного горного перевала, мы попадаем на первую обзорную площадку, с которой простирается во всей своей красе черкейское водохранилище и одноименное ГЭС. Река Сулак напоминает сверху тонкую нить, но в этой, на первый взгляд, обычной реке таится огромная сила и мощь, которая была использована людьми для выработки электричества. Плотины и гидроэлектростанции здесь были построены в советские времена и до сих пор функционируют. Одна из них считается крупнейшей на Северном Кавказе. Это черкейская ГЭС. В результате строительства была создана также самая большая арочная плотина, которая образовала одноименное черкейское водохранилище. Сюда едут на активный отдых любители рыбалки, а на дне черкейского водного объекта затоплены два старинных аула. Купаться официально здесь запрещено из-за низкой температуры воды, поэтому на красивейший водоем туристы приезжают больше не для купания, а ради водных прогулок, красивых видов и, конечно же, рыбалки. Проехав буквально еще несколько километров, мы заворачиваем за ГЭС и оказываемся на новой смотровой точке, с которой открывается вид на внутреннюю часть плотины и долгожданный Сулакский каньон, глубина которого поражает. Страх смешивается с удивлением и трепетом перед красотой этого места. Сулакский каньон в республике Дагестан поражает своей красотой, масштабом и размерами. Впрочем, это не главное. Время здесь останавливается и наступает в какой-то момент состояние покоя и безмятежности. А в окружении отвесных скал можно просто отключиться от проблем, неприятностей и многое переосмыслить в своей жизни. Сулакский каньон образовывался на протяжении столетий. Каньон точила небольшая, но очень могучая река Сулак. Она годами вымывала песчаник и наполняла образующуюся впадину чистой бирюзовой водой. Ее протяженность составляет 169 километров и течет она только по республике Дагестан. Ее название произошло от местных слов «Овечья вода» и связано скорее всего с завитками, которые образуются на перекатах. Хотя первоначально этим словом называли только «усти реки» и переводилось оно как «разлив воды». Яркий и насыщенный бирюзовый оттенок в воде придают частички голубой глины, попадающие в поток с высокогорий. Сулак в Дагестане начинается на вершине горы, но несмотря на это питается река в основном за счет природных осадков, а не ледников. В ее воде обитает разная рыба, что привлекает сюда большое количество любителей рыбалки. Отдельно стоит рассказать еще и о геологии этого места. Ученые объективно считают Сулакский каньон геологическим музеем планеты. Еще в доисторическую эпоху тектоническими сдвигами была создана эта красота. Река Сулак, которая рассекает каньон, дала ему такую здесь глубину. Десятки миллионов лет оставили на этих камнях свой отпечаток. Каньон пережил не только меловой юрский третичный период, но и, по всей видимости, более древние эпохи. Об этом свидетельствуют отложения древней окаменелости, которые выходят на поверхность. Здесь также можно найти следы и ледникового периода. Многочисленные фьорды могут служить этому убедительным доказательством. Еще одна популярная обзорная площадка расположена в поселке Дубки. Переместившись сюда, мы оказались в белом плену тумана и облаков. Сегодня в связи с неустойчивой погодой и сильной влажностью все заволокло и видимость была очень слабая. И даже появилось отчаяние, что ничего с этой площадки мы сегодня не увидим, учитывая, что она одна из самых красивейших и панорамных. Но, как говорится, надежда умирает последней. И буквально через 10-15 минут нам открылась удивительная по своей природе красота. Здесь река Сулак делает плавный изгиб и каньон открывается с двух разных сторон, завораживая своей живописностью. Время здесь останавливается и ты буквально растворяешься в пилене облаков, величественных гор, скал и в бирюзе воды. Стоит отметить, что в истории каньона встречаются интересные факты. Так, во время Кавказской войны, длившейся с 1817 по 1864 год, именно это место пользовалось особой популярностью среди поэтов и писателей. Здесь бывали и получали вдохновение Лев Толстой, Александр Дюма и Михаил Лермонтов. Сулакскому каньону посвящен рассказ «Кавказский пленник», написанный Толстым. Перечитывая произведение, можно с легкостью уловить антураж этих мест и узнать пейзажи, описанные в книге. А Александр Дюма, путешествуя в 1858 году по Дагестану и оказавшись на одном из утесов, позже напишет «Охватившая меня нервная дрожь, будто сливалась с сердцебиением земли. Земля словно жила, двигалась, билась подо мною, а на самом деле так билось мое сердце». Многие люди делились тем, что оказавшись здесь, никогда в жизни ничего подобного не ощущали. Понятно, что твой взгляд прикован вниз, в эту завораживающую пропасть с бирюзовой водой. Но если посмотреть под ноги, то можно познакомиться с местной флорой, которая тоже по-своему интересна. Сулакский каньон, как природный объект, может быть интересен не только туристам, геологам и историкам, а также биологам и натуралистам. Здесь можно встретить малоизвестные исчезающие виды флоры и фауны. Например, редкий вид растения эспарцет рогатый, который отличается своей яркой фиолетовой расцветкой, а высоко в небе кружат редкие виды грифовых птиц, которые гнездятся здесь на скалах. Кроме хищных птиц здесь еще встречаются и бараны, которые с непринужденной легкостью и виртуозностью гуляют по отвесным скалам, бесстрашно поднимаясь на вершины и даже иногда вступают друг с другом в схватки, абсолютно не чувствуя опасности сорваться вниз. Впрочем, места здесь действительно небезопасные и передвигаясь по скалам нужно быть предельно осторожным, так как в большинстве мест ограничительных барьеров нет. Если посмотреть на каньон целиком, то в некоторых местах он очень сильно сужается, а в других наоборот, расширяется вплоть до трех с половиной километров. Условно каньон делится на три части, расположенные друг за другом. Черкейский, Сулакский, где мы уже с вами были, а следующий Мятлинский, который уступает предыдущим по длине и ширине, но хорошо оборудован с точки зрения туристической инфраструктуры в районе поселка Пионерский и Мятли. Место получило название Главрыба по одноименному рыбозаводческому комплексу. Здесь в самом притягательном считается возможность увидеть процесс выращивания форели, но главное, тут создан большой туристический комплекс, в котором каждый из посетителей найдет свое. Пещеры, потрясающие виды, прогулки по канатному мосту через пропасть, а из новомодных развлечений здесь можно пощекотать себе нервы, попробовать зиплайн и пересечь каньон через пропасть на трость, а также более экстремальное, совершить свободное падение вниз. Сулакский каньон по праву считается самым живописным местом республики Дагестан. В любое время года он по-своему прекрасен. Каждый здесь найдет что-то свое особенное в любой сезон. Но, исходя из многочисленных отзывов, лучше всего посетить каньон весной или осенью, так как в летнее время вам может помешать сильный зной, а зимой ветра и низкие температуры. Впрочем, это не может быть веским поводом, чтобы отменить поездку сюда, если вы являетесь настоящим любознательным туристом. В заключении хочется отметить удивительную природу Северного Дагестана. Она контрастна и разнообразна. От зеленых долин до скал и величественных горных массивов. Если вы еще не были здесь и хотите открыть для себя что-то новое, то есть повод приехать и увидеть все своими глазами. Но еще одно из открытий для вас будут люди. Очень искренние и дружелюбные, которых с такими качествами редко можно сейчас встретить в центральной части России. А еще Каспийское море с прекрасными песчаными пляжами и бурно растущей туристической и современной отельной инфраструктурой. Ну и конечно же Сулакский каньон, который является удивительной жемчужиной на красивых бусах нашей большой страны. История о вещах неизменных даже когда весь мир кажется застыл над пропастью. В разгаре Первая мировая и безжалостный ход истории вносит свои коррективы в отношения Майра и Роя. В стремительном круговороте времени и событий у них остается лишь одна неподвижная точка мост Ватерло. Место встречи навсегда изменившая жизнь обоих. Роль Майры Лестер действительно не стала самой известной в ее карьере, но была любимой для самой Вивьен Ли. Мост Ватерло это кино на все времена. Сегодня в 11.55 на общественном телевидении России. Озера Шотхурей это два удивительных озера. Когда-то правда их было три. Расположены они на высоте 1082 метра и имеют глубину до 200 метров. Среди местного населения существует легенда, связанная с этими водоемами. Говорят, что здесь когда-то жили три брата, но в один миг их жилища скрылись под землей, а на их месте образовались три озера. сегодня сегодня мы совершим путешествие к жемчужинам Кабардино-Балкарии. Это озером Шотхурей и водопаду Гедмишх. Но прежде чем мы туда доберемся, нам надо пройти кровавую дорогу. Но, друзья, вам уже наверняка страшно, но бояться не стоит. А вот впечатлений массу уж точно мы с вами получим. Давайте не будем ждать. Погнали! Наша дорога лежит через Баксанское ущелье, затем через село Кенделен, в котором на первой же развилке надо повернуть вправо и проехать над Тызыльским ущельем через урочище Хаймаша. Здесь же мы сразу попадаем в настоящую зимнюю сказку, где пейзажи поистине незабываемые. По пути нам встретится несколько кошар. Это места там, где пасется домашний скот. А еще неподалеку мы увидим кинотеатр Нарт, построенный еще в советские времена. Ну а мы едем дальше. Всем тем, кто планирует посещение плато-конжол в Кабардино-Балкарии, основательно советуем заехать на заброшенную радиолокационную станцию. Нам повезло, мы оказались в данном месте в полнейшем тумане. На остатки РЛС шли буквально наугад по очертаниям зданий на горизонте. Она была построена уже в последние годы Советского Союза, ориентировочно в 80-х годах. Сегодня она заброшена. Это огромная станция, представляющая из себя каменный круг, достаточно большого диаметра, примерно больше 30 метров, которая раньше отслеживала спутники. С этим местом связано много каких-то таинственных мест и говорят, здесь спускается с неба луч, и люди ощущали не раз в этих местах особую ауру. Всего от Кенделена до точки с указателем Канжол около 50 километров. Но в одном мы убедились точно, добраться до пункта без сопровождения местных знатоков не так-то и просто. Лучше, конечно, машину выбрать на высокую, хорошую, проходимую. Здесь на низком ходу где-то застрять можно, а связи вообще нет. За Стоунхенджем, за развалинами, там у нас несколько витков таких крутых, очень крутой дороги. Вот. Ехать на оплату, конечно, стоит. Еду, воду с собой надо взять. и, конечно, дрова, чтобы развести костер, потому что температура падает до плюс 8. В летнее время на Канжоле просто необходимо проводить закат, понаблюдать за звездным небом, а затем встретить рассвет. Поверьте, это дорогого стоит. Осенью здесь тоже стоит побывать, но уже днем. Зато в холодное время года, как сейчас, Эльбрус почти всегда открыт. На самом деле кровавая дорога по-тюркски есть кинжал или канжол. Есть еще вариант произношения канжал, что в переводе металлическая пластина. Согласно сказаниям, когда-то пастухи держали здесь скот, и животные разбивали ноги об острые, как кинжалы камни, окрашивая дорогу в красный кровавый цвет. Но самое важное это древние захоронения, они датированы началом прошлого тысячелетия. Мистический интерес. Прежде всего, это могила великана. Она достаточно большая, более 19 метров. Считается, что это одно захоронение. Но никаких исследований там не проводилось, поэтому трудно сказать. Но то, что в этом месте были могилы, это однозначно. могила, как бы сказать, имеет, земля имеет форму могилы. Но я, конечно, сомневаюсь, что там похоронен один человек. Скорее всего, это хабары, так местные называют слухи. Да, полюбовавшись величественным Эльбрусом, мы, сделав несколько фотографий, отправляемся к высокогорным озерам Шатхурей. Название озер переводится как круглый омут или круглая стоячая вода. Находятся они у подножья гор Калеш в восточной части Зольского района. А еще, если посмотреть с высоты птичьего полета, можно увидеть два озера вместе и складывается впечатление, как будто это два глаза, которые смотрят на тебя. Аж мурашки по коже. Водоемы образовались на месте тектонических провалов, поэтому их относят к группе объектов карстового происхождения. Большой Шатхури отличается размерами 270 на 170 метров. Малый водоем несколько скромнее, всего 165 на 110. Они возникли в результате провалов, которые образовались в ходе выщелачивания известняков из-под песчаников. Эти объекты слабо изучены, так как более детальному изучению мешают подводные водовороты, мощные сильные течения и развитая сеть подводных каналов. Известно, что туда, особенно в перестроечные годы, сбрасывали угнанные машины или вернее, как сказать, бандиты или кто там еще пытались избавиться от каких-то улик, и таких там машин, говорят, несколько. Но точно это никому не известно. Этот объект представляет из себя действительно большой туристический интерес, но я думаю, что его конечно надо исследовать, потому что эти озера собесоединяются перемычкой, которая находится прямо между ними. Известно, что раньше озер было три, потом одно бесследно пропало. Согласно легенде, жили когда-то здесь три брата пастуха, здесь же пасли свой скот, но однажды по непонятной причине земля бесследно поглотила стоянки чабанов, а на их месте образовалось три глубочайших озера. Уровень воды в них не меняется, и это загадка для ученых, ведь в озера не впадают ни реки, ни ручьи, и не вытекают из них. Возможно, уровень поддерживается подводными источниками. Что есть, я не знаю, но что-то невероятное, непонятное творится. Заловили, один раз ловили такую раменную рыбу, подняли с родственной со мной, человека был. Местный житель, мой соседний из села Гаменемоста, говорил, что видел русалку вот на том месте, и это ночью было. Когда заметил, говорит, русалка меня, сразу в воду прыгнул и уплыл, говорит. Природа вокруг водоемов восхищает своей красотой. Летом озера утопают в куще бархатистых холмов и тушистых альпийских лугов, неподалеку Ореховая роща. Во время цветения и по осени она дурманит своей свежестью. Но местные жители продолжают пугать туристов легендами, из-за которых долгое время многие обходили троицу шаткурей стороной. Сегодня устоять перед здешними красотами мало кто может, и поток любопытных стекаются сюда даже из самых разных уголков нашей страны. В 1972 году на берегах этих озер можно сказать снимали знаменитые эпизоды приключенческого блокбастера Советского Союза «Земля Санникова». Кстати, белоснежный олень, которого поглотил водоворот, произошло это на малых озерах. А вот ритуальные пляски взрослого шамана как раз-таки проходили на фоне вот этого знаменитого большого озера Шатхурей. В фильме «Земля Санникова» также фигурировал водопад Гедмышх. Еще его называют «Царской короной» или «Аватарским водопадом». Сейчас мы отправимся туда, чтобы воочию убедиться и насладиться этими красотами. Он так и назывался Гедмышх. Гедмышх действительно слово кабардинское, черкесское, оно переводится как трава, которую не клюют Шатхуры. Потом же со временем этот водопад был переименован как бы и там же Мишцу и по-балкальски, по-карачаевски это звучит как «70 струй». По пути к водопаду мы увидели еще один небольшой родник, который бьет прямо из-под скалы и стекает в реку Малка. Оригинальное название водопада труднопроизносимым, поэтому гиды часто дают ему и другие наименования «Царские водопады» или «Царская корона». Струи водопада Гидмышх возникают благодаря роднику, который течет под землей на высоте около 100 метров. Здесь местные пастухи, случайные путники и многочисленные туристы могут утолить жажду и насытиться живительной родниковой водой. Она кристально чистая. По мнению большинства исследователей, является одним из самых живописных водопадов не только Кабардин-Балкарии, но и всего Северного Кавказа. В летнее время потоки воды представляют собой фейерверк, состоящий из множества хрустальных капель. Да и зимой здесь скучать не приходится. Водопад полностью замерзает, и тогда он становится похож на огромную ледяную скульптуру. Тысячи маленьких льдинок периодически срываются, падая со звоном прямо в ущелье. Сам Гедмишк находится на правом берегу реки Ямалка, и обычно подъем к нему, тот самый называемый каскад, размыт и преодолевается далеко нелегко, но усталость и ощущение чистоты природы того стоит. Путешествуйте, друзья. Изучение родной страны это именно то, на что вам действительно стоит тратить нашу бесценную жизнь. Ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На сегодня все. Пишите нам адрес нашей электронной почты bssobakaptvr.ru И помните, удивительное гораздо ближе, чем кажется. застой. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова